Ну что сказать о выправдании? Мы подсели на житю на кредите, это польское шоу. Оказывается, в Польше столько классных шоу. Очень долго ходили по врачам. Я сказала, что сколько раз ты сдавал кровь? Раз 4-5. Надо не видео снимать и развлекаться, а деньги зарабатывать. Жить дальше. Я тоже себе заказала телефон, но мы его ждем очень долго. По городу нам хватило заправки полного бака на 2,5 месяца. Мне кажется, это очень круто. Мы поздно. Один из тех городов, которые мы изначально рассматривали для переезда. Ну вот мы и дошли до старого рынка. Непонятно, что они тут ремонтировали. Офигеть. Офигеть. У меня с каждым окошком настроение все лучше и лучше. Тут ты сидишь такой, есть дорогой косметики. А есть какие-нибудь сосиски из Лидла. Всем привет. Офигеть. Давно нас не было. Очень давно. Я посмотрела по задним видео, выходила аж 2 месяца назад. Ну что сказать в оправдании. Нас не было, потому что ничего особого в жизни у нас не происходило. Плюс, честно говоря, нам было очень лень снимать. Мы каждый раз садились. Думали, сейчас скинем видео. И вот когда нужно было сесть монтировать, мы такие, пошли посмотрим кино. Потом мы подсели на жицу на кредите. Это польское шоу. Оказывается, в Польше столько классных шоу. Ну, одно. Не, ну вот это классно. И еще мы посмотрели дама и девушки из ВСИ. Да, да. Дама и веснячки тоже посмотрели. Ну, типа как дама и колхозница. Да, типа, мы посмотрели пока только одну серию. Ну, пока не очень нам понравилось. Но жицу на кредите. Ребят, там 5 сезонов. И мы все 5 сезонов смотрели день и ночь. Реально, мы ложились спать в 3 часа ночи. Меньше, чем за 3 недели все присмотрели. Нас просто, мы пропали с этим жицу на кредите. Плюс мы ходим постоянно в бассейн. Ну, как постоянно, 2 раза в неделю стараемся. Ходим в бассейн. И вот это вот все нас затянуло, затянуло. И мы... Ну, некогда нам было себе. Ну, наверное, больше не было желания. Ну, и еще, наверное, надо рассказать, что мы издавали анализы крови, так сказать. И выяснилось, что у нас не очень все хорошо с анализами. И там некоторые результаты чуть выше, некоторые чуть ниже. И, короче, мы очень долго ходили по врачам. Я знаю, Саша, сколько раз ты издавал кровь? Раз 4-5? Три или 4. И вот пятый пойдешь. Пойду на четвертый. Да. Мы попали к такой... Тут родинный лекарь. Мы к ней попали. И, честно говоря, мы поняли, что от нее мы живыми, здоровыми не уйдем. Она цепляется просто к каждому вынику, к каждому результату анализов. Вот даже если там немножко отходит от нормы... Так, пересдаем заново анализы. Саша, там, пьем таблетки. У Саши... Мерием давления. Мерием давления. Не пьем алкоголь. Да. Саша не пьет алкоголь сколько уже? Два месяца, наверное. Почти два. Один раз. Один раз на день рождения у Виталика. Саша пьет алкоголь, но не пьет, потому что ему сказали, что у него якобы там показатели в печени не очень хорошие. Он давал УСГ, ходил на УСГ, делал вот эти... Ну как, не снимок, а... На УЗИ. На УСГ в брюшной полости. Все там оказалось нормально, но по анализам что-то не то. И она сказала Саше, что ты для меня загадка. Я не понимаю, что происходит. Дала ему, короче, пить таблетки. Он сейчас пробивает свой курс таблеток. А у меня она сказала тоже по анализам. Она увидела, что у меня этот лимфоузел. Где-то типа на шее. Все, быстро меня в госпиталь записывать. Срочно ампутацию этого... Делать этого узла. Мы звоним в этот госпиталь. Там последняя... Ой, первая кошка. Знаете, когда... В следующем году, в апреле, в конце апреля... Причем, не-не-не, она сначала там сказала то ли какой-то сентябрь. А, да-да-да. А потом увидела, что это срочное. Ну, тогда конец апреля. Типа по срочнику. Через полгода. Да, потом я пошла тоже на УЗГ. Оказалось, что у меня нету никаких вот этих... Вензелхлонный называется по-польски. У нас это называется лимфоузел. Оказалось, что у меня тут нигде нету, но он стал проверять меня полностью и увидел, что у меня вот этот лимфоузел увеличенный на щитовидной железе. А это с лимфоузлами связано? Да, там нарисовано, там показано. Хлонный вензел. И оказывается, там у меня увеличена эта штука. Моя. Ну, не знаю, ну так сказали. Или я путаю что-то. Не знаю, мне кажется, там... Или увеличена щитовидка. Сама щитовидка я не вызвал. Да? Ладно, ребят, не знаю. Короче, значит, щитовидка увеличена. И меня отправили опять. Назвать о ноли же. Опять как-то баран ходить. У меня фамилия баран. Мне тоже я ее обзываю. Ходить к ней. Потом она мне к эндокринологу. Короче, я сейчас пью гормоны. Я сразу... Первый вопрос. Я потолстею? Она говорит, нет, от этих гормонов худеешь. Я говорю, ну тогда хорошо. Тогда прописываете? Я говорю, диета какая-нибудь есть специальная? Она говорит, по возможности не есть фастфуд. Я говорю, нет такой возможности. Я любила, люблю и буду есть фастфуд. На самом деле я, конечно, редко такое ем. Хотя... Что считать фастфудом? Мы пиццу едим раз в пару недель. А остальное... Даже ничего не едим. Блин, мы конфеты сейчас едим. Это фастфуд? Это не фастфуд. Конфеты, знаете. Ну, в общем-то, вот так. Вот поэтому нас и не было. Потому что... Все подряд мы делали. Ну, некогда было. Вот, работы, много работы. Мы же еще параллельно работаем. Мы с Сашки вообще много работаем. Он постоянно берет себе дополнительные какие-нибудь ночные смены. Деньги зарабатываем, ребята. Вот что надо. Надо не видео снимать и развлекаться, а деньги зарабатывать. Жить дальше. Столько планов впереди. Сколько можно обалдеть. Сколько можно обалдеть, да. Мы отказались от всех поездок, которые, возможно, мы собираем деньги. Собираем деньги. Ничего. Ну, у нас реально пока ничего... А, ну как? Подожди. Мы говорим, собираем деньги, а у нас посылок куча. Ну, понимаете, так и хотите. Раз в месяц делаем закуп. Ну да, обычный. Ну, что еще вам рассказать? Ну, в принципе, и все. Сейчас мы... Почему взяли камеру? В принципе, у нас сегодня воскресенье. Мы сейчас поедем подкачивать колеса в машине. Поэтому мы и сидим одеты, и в машине. Обычно мы в машине сидим раздеты. Еду одеты. У нас холодно, ребят. Но снега нет. Мы едем подкачивать колеса. Первый раз в жизни едем это делать. Потому что я вообще не представляю, даже как это выглядит. А ты? Ну, представляю. Оказывается, надо ехать на... Там, где заправляешь машину. Ну, посмотрим, будет ли там компрессор. Компрессор. Плюс мы потом поедем мыть машину. Она грязная, просто как чума. И в-третьих, нам надо до где-то часов 15 успеть в бассейн. Потому что в 16.00 он закрывается. Успеть у нас в боке. Ну, такие планы. Поехали. Ты согласен со всем, что я сказала? А, и еще, наверное, надо добавить, что, ну, не знаю, как будут выходить видео. Ну, никакого графика нет. И не будет. Ну, это даже жестоко звучит, но... Ну, уж нечего показывать. Ну, пока ничего особо не происходит. Зима. Есть такие планы, которые могут кое-что поменять. Поэтому... Так загадка сказала. Не, не какие-то планы. Возможно, будет больше работы, на самом деле. И когда больше основной работы, то меньше времени остается на... Ну, как бы на съем видео, на монтировать. Это же занимает много времени. И Бруц хочет еще смотреть «Житье на кредите» и по четвергам выходит новая серия. Вот. Кого интересно, обязательно посмотрите это шоу. Кто знает польский, а кто плохо знает, то... Потом обсудим вместе. Словечки. Там очень классные семьи. Не знаю, мы прям их полюбили. Ну, не все. Не все семьи. Ну, не все. Да. Короче, смотрите, «Житье на кредите». Будем вместе обсуждать. Все, поедем. Приехали подкачать колеса, а там в очереди аж три машины. Капец, блин. Я думала, мы приедем, никого не... Кто-то как будто еще чистит машину. Понял? Нет? Вот этот дядька, он подкачивает. А вот этот как будто чистит. Окей, этот как будто чистит. Ой, сложно, ребят. Первый раз это делать так сложно, капец. Сейчас Сашка надует колеса, и я не выхожу, потому что... Я даже не знаю, как вообще люди это делают. Как надувать колеса. Он сказал, что везде чуть-чуть задулись. А раз они везде чуть-чуть задулись, значит, надо их надуть. А как он понимает, что типа 2,4 ты нажал? Ну, он измеряет, и потом пикачает. Прикольно. 23 и... 2,4. Все. Вот такие дела, ребят. И посмотрите, какая она у нас грязная. И мы ее мыли три недели назад. Это жесть. Сейчас такой погодой она так грязнится. Выяснилось, что у нас вот эта пробка, она не до конца закручивается в переднем колесе. И поэтому там, наверное, спускается немножко воздух. Короче, придется ездить, наверное, качать воздух. Это раз... Раз в сколько, Сашка? Раз в месяц, может, даже. Поехали. Так, вторая точка. Это уже дольше будет. Тут мы буквально провели время, не знаю, 4 минуты. И едем дальше мыть машину. Там уже дольше, ребзя. Обычно, если с сушкой машина, то мы где-то час занимаем. А тут мы решили уже не сушить машину, просто помыть, и пусть сама сохнет. Ага, Сашка не пристегнулся. А я пристегнулась. И самое главное, то мы забыли показать, Сашу новый телефон. Покажи. Такой красивый. Он из какого-то металла, алюминия. Не я. И что это за телефон? Все он? OnePlus Nord 4. Вы поняли? OnePlus Nord 4. На 16 гигабайт. Ага. Круто и элегантно, ребят. И что он тебе... Но мне он нравится... Ну, пока, да. Мне он нравится по красоте. Просто приятно его держать. В руках похож на айфон. Даже немножко. Я тоже себе заказала телефон, но мы его ждем очень долго. Как придет, я обязательно, наверное, покажу. Ну, ничего не обещаю. Вообще ничего не обещаю. Но, возможно, в инстаграме покажу, если что. Что расскажем о нашей машине? Сзади у нас всегда пристегнута вот эта штучка. Ну, такая охранная вещь для собаки. На самом деле, очень хорошо. Ну, Чупик с нами постоянно есть, поэтому эта штука там всегда. Во-первых, для того, чтобы собака была в безопасности. Ну, у нас Чупик вообще он такой спокойный, воспитанный. Сидит там, Саша за мной едет на работу, Чупика берет, он там спокойно себе сидит. Ну, максимум может там встать на заднюю лапу, посмотреть, если видит собаку или кого-то. То есть он спокойно, вообще, ведет себя. И вторая функция, это чтобы чисто было от собачьих лап. Чтобы не грязное было сидение. И у нас сидение после того, как мы помыли, отлично себя ведет, выглядит, все чистенько. Вот эта штука охранная, она очень помогает. Ну, и что скажешь насчет мужчины? Ты же ее водишь. Она уже всего-лишь у нас второй или третий месяц? Не, она уже... Три месяца. Четвертый месяц. А я вот даже думала два. Четыре месяца всего. А мы уже к ней так природнились. Еще хотели вот сказать, мы ее последний раз заправляли, мы посчитали, два с половиной месяца назад. То есть, когда мы приехали из путешествия вот в Польшу. И мы ездим, но мы не каждый день все-таки ездим, мы где-то через день, Сашка за мной ездит по городу. То есть, ну, не знаю, наверное, минут 15 туда, минут 15 обратно. По магазинам. Мы никуда особо не ездили. Ну, никуда далеко мы не ездили. И нам вот с этого нашего, наших поездок, в поликлинику мы сейчас едем, она уже задалась. Вот этих вот нам поездок по городу, нам хватило заправки полного бака на два с половиной месяца. Мне кажется, это очень круто, да? Экономное. Ну и пока, тут вы не ломаете, ничего. Надеюсь, что так и будет дальше, да? Приехали вот на такую мойку. Тут получается, даже вот видно, тут пеной можно мыть. Тут такая мойка, она большая, но в некоторых окошках моется просто водой, а в некоторых пеной. Почему-то, я не знаю, наверное, такое разделение какое-то. И тут можно платить только наличкой, вот в этом окошке. А там, где водой, там можно платить картой. Ну, как-то вот так. Всё. Сёшка тут разбирается, пусть моет. И очень удобно, что можно вот тут вот поменять денежку на монеты, разменник. потом тут есть пылесос. Вот это, как это же так назвать, вытряхать. Здесь половики можно, вот на этой штуке. А вот это что делает? Не знаю, что-то тоже пылесосит, наверное. Обслугую селф-ваш. Не знаю. А, порывание. Я не знаю, что, ну, тут, ну, как-то так. Вот, и сейчас помоем машину и поедем, и поедем в бассейн. Ну, мыть машину, наверное, полчаса займёт у нас. И вот за 4 злотых, это где-то 2, 2,5-3 минуты, можно машину покрыть вот в такую белую шуму. Плюс мы вот там повесили ещё 2 наших половичка. Замёрз. Скажи честно, это холодно сегодня? Ну, не, не, сегодня не так холодно. Ладно, теперь смывать. Нет, 5 минут. 5 минут надо ждать? Пена поработала. Ёптель-моптель, 5 минут, чтобы пена поработала. И даже с ней сядешь в машину. На улице ждать? Да ждать, сегодня так холодно. 1-2 градуса. Теперь, Сашка, всё смывает водой. Ну, раньше летом мы обычно сушим машину, натираем там, у Саши какие-то специальные плыды есть. А сейчас мы просто постоим, подождём, чтобы она высохла и поедем. Немножко, пару минут, чтобы вода стекла. Просто холодно, и она очень долго сохнет. Летом она быстро высыхает. Ну, так, стёкла, наверное, только промоем, Сашка. Высушим половички и будем... И всё, из этого и всё. Как бы сушить точно нет смысла. Мы уже просто пробовали, очень долго заняло это время. Так, и сейчас у нас вот такой воск. Сашку купил давно. Ну, у нас есть свой, можно воспользоваться местным. Но мы же бесплатно воспользуемся своим. Ну, как бы покупали, смотря. Ну, да. Пропшикаем и потом будет ещё полоскать каким-то осмосом. Чистой водой. Не знаю, что такое. Готовимся к последнему этапу. Вот это, видите, не работает картой. Ага. Ну, ещё иногда бывает... О! Три злотки я даю. На что нажимать? На четыре? Подожди, ничего пока не нажимать. Пятое. Пятое? Не нажимать. Я не взял ещё. А! Всё, всё, уходим. Что, теперь какая-то... чистая вода, осмос он её называет. Ну, я так замёрзла, ребят, вы не представляете. Ну, она так красиво теперь блестит, Саша ещё воск нанёс. Вообще балджош. Ну, холодно, просто ужасно. Забыли? Я не помню, показываем вам когда-нибудь или нет, но вот тут классная функция на дверях. Кот, я не покажу. Ну, покажи. Кот мы не покажем, но можно вводить и открывать все двери, заводить... А, закрывать машину и открывать багажник. Можно так. Ладно, кот не покажи. Сашка тут улёгся в подушках. Ну, она... Смотрите, какую мы ёлочку купили в пепку. 20 злотых. Я хочу ещё наволочки купить. Посмотрели. Мы просто не знали размер наших наволочек, оказывается... Ну, не наволочек, подушек. Оказывается, они 45 на 45. Надо будет ещё там в пепку тоже, классно. Мне нравится пепку назвать пепку. Всё, это смешно. Но, в общем-то, мы не доехали до бассейна. Потому что мы туда приехали... Доехали, но... Не дошли, точнее. Мы приехали, а там столько машин, и мы понимаем, что... Ну, там бассейн не такой большой, там максимум 4-5 человек вмещаются. Ну, 5 это уже неприятно. Там сауна, парилка, ну, блин. Просто... Ладно, когда в другие дни можно подумать ещё кто-то там на какие-то процедуры, на то, на всё. Но по воскресеньям работает только бассейн. И если там 10 человек, а машин там больше 10 было. Там было машин прям много везде, даже на стоянку, ну, вот на стоянку этого спа-салона, так называется, там, как бы, не вмещались машины, они были уже за пределами той территории уже стояли. Поэтому мы подумали, нафиг надо нам это, да? Поехали, давай. 5 человек в бассейне уже некомфортно. Да. Ну, а там надо больше. Там, ну, есть лежаки, есть парилка, сауна и бассейн. Ну, всё равно, ну, даже если несколько человек лежит, всё равно и сауна заняты, и бассейн заняты. Если в бассейне 5... Чупик. Если в бассейне 5, даже уже 4 некомфортно, если 5, если 5 человек, например, он очень активно плёскает, ну, не плёскает, плавает. Хотя бы один активный. Всё, уже некомфортно. Ну, два активных, но весь бассейн окей. Ну, уже третьему особо даже не лезет. Ну, и, короче, мы подо... Так, подождите. Что мы тут делаем, а? Вы слышите эти звуки? Балуются. Собака-баловник. Не мешай снимать. Мы так не снимали долго. В чём виноват чупсик? Да? Собаку-барбаку. А что-то поэтому мы не дошли до бассейна. Ну, ничего страшного. Пришли домой. Сашку постригла. Как вам? Балдёжно? Я так и знала. Ставьте лайк. Точнее, не лайк, а подо байк. Ну, и в итоге, как бы, всё это время у нас там накопилось видео, которое жалко было, ну, как бы, спустить в унитаз. И всё-таки это тоже один из мотиваторов выпустить наконец-то новое видео. У нас была прикольная поездка в Позный. Ну, поскольку она была больше по приколу и с другом, поэтому, наверное, видео там мало. Там, наверное, минут 10. Ну, короче, будет кусочек из Познани, такой ретро уже. Ну, и ещё распаковка большая. Да, большая распаковка моего крутейого адвента календаря. Ну, и там дальше будет наша жизнь, наверное. Так что оставайтесь с нами. Видео будет длинное. Жерунькайте. Под видео надо что делать? Жерунькайте. Жерунькайте, кальфуйте, зажигайте и дальше смотрим видео. Всем привет! Мы опять путешественники. У нас отпуск, мы решили эту неделю просто по полной поездить, посмотреть, и мы в Познане. Наверное, это одна из таких главных примечательностей Познани. Вот этот фонтан. Я смотрю, все фоткаются возле него, я тоже сама решила на этом фоне заснять видео, начало видео. Приехали, мы ехали с Лоди три часа наверное на автобусе. Все файне, элегантно, проехали. Вообще людей не было, мы одни сидели, кайфовали, пили чай, ой нет, пили воду, со всеми удобствами, зарядка, все как всегда. Во, видите, все фоткаются. Поэтому я тоже сделала фотку, видео засняла на память. Тут вообще прикольно, мне очень нравится в Познань. Вообще Познань это один из тех городов, которые мы изначально рассматривали для переезда. Но потом так сложилось, что мы остались в Лоди, ну и еще, и там уже и остались. Но Познань все равно остается в наших сердцах и душах. Поэтому мы приехали, мы тут еще никогда не были, но мы приехали посмотреть. Во-первых, тут недалеко Германия, что классно. Тоже это один из плюсов, тут аэропорт классный, что? Ассава! Блин! Коза, блин! Улетела? Вот, короче, плюсов много. Вроде даже и по стоимости и жильем то же самое, такие же цены, как в Лоди. Но мы приехали просто как путешественники, просто туристы. Не путешественники, а туристы, просто посмотреть, поглазить на город. Пока нам что, очень даже нравится. Ну и еще в Польше классно. Но это балдеж, ребзя. Посмотрите, как красивая архитектура. Мы все-таки идем и говорим о, так похож на Германию и смеемся, что в Германии никогда не были. Хотя нам кажется, что похожи. Мы никогда не были в Германии. Ребята, вот смотрите, какие у нас апартаменты в центре города. Вообще красота. Такая дверь красивая. Открывай. Ничего себе. Тут все серьезно. На первом пентре сказали. Класс. Такой старый домик. Оценка на букинге 9,2. Очень хорошая. Значит, мы сняли апартаменты на букинге. Оценка тут 9,2. Мои апартаменты вообще мне так нравятся. Такой простор. Тут, видимо, раньше была какая-то старая квартира. Потому что старый дом. Но он уже сделан под современный. Все покрашено, красиво, очень убрано. Паркет видно положен. Так вообще здорово. Нам очень нравится. Сейчас я вам проведу экскурсию. Вот мы заходим. Коридор. Зеркало. Тут много дверей. Раз, два, три, четыре. Там еще между комнатами. Первая комната это у нас ванная и душ. и ёма. Ванная, душ, полотенце. Все как файл или ганско. Коридор. Сашка. И вторая дверь у нас тут туалет, раковина. Ну, то есть отдельно. Тоже так. Ну, клево. Следующая комната это вот мы тут живем. Но это не комната, это что за просторы. Саша, ты видел там еще балкон, как в Париже. Посмотрите, какая классная кровать. Кровать вообще. Это балдеж. Это балдеж. Вот такой балдеж. Ну, что? Мягко. И смотрите, у нас еще есть балкон. Это же реально как в Париже. Если бы еще цветы были. И прямо в центре города. Мы, наверное, в центре города первый раз живем. Да? И еще не все. Мы сюда приехали не одни, мы сюда приехали с Виталиком. И у него еще и своя комната. И тут еще одна большая комната. Тут диван, он раскладывается. Мы купили мои любимые попкорнинки. Мы были в Дилосе. Боже, я так их люблю. Но я их оставила на потом, потому что я до сих пор еще не ем сахар. лечу свою руку. Вот. И вот сами видите как выглядит все. Ну классно, да? Есть еще скидка. А, скидка. Ну это надо бронировать на сайте. Там дешевле, чем на букинге. Ну можно со скидкой дешевле. А ты на сайте? Да. Ну я только 10 золотых сэкономил, а может 10%. Если на пару дней это точно будет выгодно. Так что если кто-то едет поздно, никому-то нужно где перекантоваться, вот вам робот. Прямо в центре лоди. Ой, поздно. Кстати, я попила воду. Познанцы, не обижайтесь, но в лоди вода вкуснее. Вот. И у нас еще есть небольшая кухня. Я, честно говоря, так надеялась, что тут будет духовка. Хотела пиццу с Лидла, потому что пицца в Лидле балдежная. Мы ее любим, но тут нету духовки. Зато есть в холодильнике. Все как обычно. Все как обычно, стандартово. ничего необычного. Ну вот, в принципе, экскурсия и закончилась. Паркет, так приятно по нему ходить, так блестит. И все очень чисто, поэтому я думаю, что поэтому хорошие оценки. День. Пришли пообедать вот в такой Тайфаст Вок. Супчики там, Воки интересные. Думаю, что будет классно. Хорошие тоже оценки. В этом заведении мы с Сашкой заказали суп. У меня том-ям с креветками, у Саши карри с курицей. У Витальки еще ничего не принесли. Без супа. Без супа, он без супа. И мы еще заказали Вок. А Витальку принесли говядину шиитаки вместе с рисом. Бредного нам аппетита. И нам принесли еще одно блюдо на двоих. Это гаду-гану называется. Ну, с рисом. Мы думаем, жареный будет рис, а рис не жареный. Похоже немножко как у Виталика. Ну, вот мы и дошли до старого рынка. Он был на реставрации. И вот эта улица уже открыта. Можно, пожалуйста, гулять. Только вот я не поняла, делали ремонт. Так вот обшарпанное здание. Типа непонятно, что они здание ремонтировали. Или асфальт. Но плитка как будто старая. Непонятно, что они тут ремонтировали. Но так-то очень красиво, понятно. Там еще вон ратуша видна. Получается, мы обошли с другой стороны. И здесь вообще так красиво сделаны тоже здания. Они так покрашены. Это, наверное, один дом, но они так покрашены под каждую арочку. И как будто много-много маленьких домов слипшихся. И вот она ратуша. Слушайте, вообще такой красивый рынок. Наверное, на Вроцлав даже немножко похож. Балдежный, да, Сушок? Очень классно так погулять. Вообще людей много тоже проводят свое время тут. Каких-то куча заведений, ресторанчиков. Люди кущают пить, кофе гуляют, сладости едят, а я не ем. Мы тут гуляем по мосту. Я в легком шоке от того, сколько здесь металлолом, ребят. Мне кажется, мост не выдержит. Не, ну это очень много. Смотрите, мы идем, идем, тонны, реально тонны где-то железа. Мы, кстати, Саша, никогда не оставляли никакие замки. Ну, во-первых, я считаю, это глупостью. Никакие надписи. Никакие надписи. Ну, реально глупость, любовь не этим измеряется. Ну, короче, мне вообще ржавчина не нравится. Но я не против того, что люди оставляют. Мне вообще пофиг. на других и тоже. Что хотите, то и делать, лишь бы нас не дрогали. Вот, такие дела. Кстати, да, мало снимаем, ходим, в основном, потому что тут с другом, с Виталиком просто ходим ржем. Ржем бы у нас. Не до видео. Но поверьте, нам тут очень нравится. Вообще, мы гуляем, кайфуем, город прекрасный. Вообще, я не разочаровалась ни на секунду, мне очень понравилось. Ну, вот как можно гулять по таким улочкам и вот эти балконы, вот эти домики кирпичные, вот эта классная плиточка, вот эти камушки. Ну, это невозможно не нравится. Поэтому мы просто расслабились и гуляем. А еще здесь, смотрите, какой мурал 3D. Ну, вообще, может, я не под тем углом, но на 3D, но очень круто. Вообще. Я прям увидела и прям такая уааа, красота. Ну, это талантливо, очень талантливо так нарисовать. Всем привет. Второй день, как мы в Познане. Пришли смотреть на главное событие, как бьются рогами козлы на главной площади. Мы уже на месте. Вот дядя Верак идет выходить. Сколько людей пришло посмотреть на это представление, как в Чехии. Супер, козелк еще включил. Это с помощью прикалых муками. Супер. И сметишь сухой елки. После козлов мы пошли в жапку купили чай, потому что холодно. Холодно 9 градусов. Но, как вы сами видите, погода нам очень даже помогает гулять. Оно как бы холодно, солнечно, нету дождя. И вот мы сидели в жапке и напротив увидели такую стену с такими часами. Не знаю, мне очень нравится поздно. Вот вообще максимально так классно гулять. Такой что скажешь, Сашка? Для прогулки вообще то. Примерно как я и представлял. Недооцененный город, где прикольно находиться. Очень классно. Да и хорошо, что он недоценен. По сравнению с Вроцлавом, Краковом, Гданьском, да. Но про него очень много хороших отзывов. Очень классно. Такой уютный, теплый. И он дешевле для жизни, чем Розлов, Краков, Варшава. Надеюсь, он таким и останется. Но Лодь дешевле еще. Ну, очевидно. Но Лодь это мемец. Но Лодь, как мы говорили, развивается. Это сейчас кто вложился лет 5-10 назад в Лодь, сейчас мажорчик. У нас есть уже один-один мажорчик. Кто вложился. Самый рост уже, прошел в Лодь, но еще будет дальнейший. Потому что там много всяких строек. Кто может КМЧС купить, еще не поздно, я думаю. Пришли в заведение. Пыровые. Кушайте такие крошки-картошки, только тут пыры называется. У Виталика с курками. Это с кзикем. Фирменный соус. Куэрон. Ну, короче, вот это традиционное поздноинское блюдо. И у меня тоже с курками. Это эти лисички. Ой, как жаль, что я дома одна. Сашка уехала в командировку. Я сегодня дождалась такую важную для меня посылку. Тот самый адвент-калитарь, который я ждала его от он. Я его ждала три недели. Я заказала его уже три недели назад. То бишь, только сейчас я его дождалась. И жалко, что я дома одна, что не с кем разделить мою радость. Поэтому я сразу взяла за телефон записывать это видео. Я даже не знаю, будет ли интересна эта распаковка, но мне так хочется ее заснять, чтобы это увидел весь мир. Это офигенский адвент-калитарь. Короче, меньше слов. У меня уже чешутся руки, и буду распаковывать. Представляете, как неожиданно вот эта коробка. Я уже слышу, как она стучит. Очень тяжелая. Сейчас начнем с вами распаковывать. Параллельно я еще мою холодильник, и думаю, что сначала я домой холодильник. Просто хочу открыть, посмотреть эту коробку. Домой холодильник, схожу в аптеку, и потом будет у меня глобальная распаковка. так. Сами видите, дрюк прищер прогулять. Коробку. Кстати, сегодня я легла, уснула в 5 часов утра, потому что я читала книгу. Такое со мной происходило только в детстве, когда я втихаря от всех читала ночью книги. Но мне не разрешали именно ночью читать, потому что зрение портится, понятное дело. Под одеялом читал. Такие хорошие воспоминания. Сейчас я уже давным-давно, ребята, не читаю книги. Но иногда только в автобусе. И вот что-то на меня нашло, я опять начала читать. И такой, знаете, роман. Посмотрела сериал Бриджертона и вспомнила, что есть книга Бриджертона. И я подумала... У меня тут уборка полным ходом, еще стирка. И я подумала, что наверное, книгу будет прочитать, намного интереснее. Боже, почему я разглагольствую и открываю календарь. Все, открываем. Чупик думает, что все, что приходит, это для его любопытного носик. Один календарь от Лук Фантастик был более... Я не могу. Так, его жила, был более таким плотным, толстым. О, приогник. мне пришел. Я выбирала, там можно было на сайте выбрать, какие именно пробники хотите. И я выбирала. Офигеть! 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 Блин, из-за этого шотти нифига не видно. Вы это видите? Он огромный! Короче, это календарь, Space S&K. Как вот написано. Вот ты так его штат набивоку! Я в пять уснула и уже в десять проснулась, потому что мне обязательно нужно было уже знать, уже знать, во сколько приедет мой календарь. А что, мне только один пробник? Вот еще один пробник от Aru Glass. А, смотрите, это маленький. А, консилер от Aru Glass консилер. Мне казалось, был еще третий должен быть. Потом дали воспользоваться на десять фунтов на сайте Space S&K, но он американский. Ну, можно заказывать в Польше, но вряд ли я буду. У меня тут столько косметики, что оно мне не нужно. Вот я поставила его в другое место, и какой он огромный. Так мне хочется его открыть. Какая красивая, качественная коробка. Она еще так шебуршит. Там внутри что-то есть. Какой четырнадцатый, такой большой. Я уже знаю наполнение. Я изначально хотела знать наполнение, прежде чем заказать. тут двадцать пять окошек. Но я уже все забыла. Но если честно, я пересмотрела все возможные обзоры на этот календарь. Пока русскоговорящих мало обзоров. Но я смотрела на польском, смотрела на английском. Я не могу репить. У меня аж дыхание перехватывает. Все, ладно, хватит. Хватит уже его трогать. Ой, ну наконец-то, ребята, я сейчас столько дел сделала. Там, где мы живем, нас нету рядом аптеки. Мне пришлось ехать туда на редкине, самое там ближайшее. А там вообще все есть. Только туда надо ехать. Я думала, посмотрела по карте, у нас тут недалеко есть аптека. 600 метров. Я пришла, а там оказывается склад, и там только по замувению, если ты заказываешь заранее в интернете. Блин, моему разочарованию просто не было предела. Ладно, но самое главное, я забрала еще одну посылку, вот она лежит, потом распакую, вообще понятия не умею, что это может для чупсика что-нибудь. Я постараюсь очень быстро, потому что обзор подробный я точно делать не буду, так просто подостаю, посмотрю, самой интересной вам показать. И подробный обзор, куча обзоров, рассказывают про каждый продукт, я просто сама даже не знаю, что для чего и как, но у меня главным критерием, один из главных критериев, чтобы были полноразмерки, порноразмерки, там, чтобы были полноразмерки, ну или хотя бы тревел-версии, чтобы это продавалось, понимаете, не пробники, как в лук-фантастики мне досталось, но в этом году лук-фантастики немножко лучше, но такое очень спорное. Начинаем. Открываю, ой, он такой красивый, ребят, вообще обалдеж, я так хотела в том году, но в этом году наполнение еще лучше. Так, первый, это мой любимейший мист, бам-бам, мист для тела, у меня была такая, только не полноразмерка. Второй, такой огроменный, класс, вот такая, что, это очищающий крем для лица, это какого-то английского блогера, или блогерки. Так, я так хочу понять, чем пахнет. У меня как раз еще, я свою заканчиваю, вот закончу свою, и тогда начну вот эту бутылочку использовать. 125 миллилитров. Третье окошко, все такое тяжеленькое, приятное. К-18. Это полноразмерка, это маска для волос, но о ней отзывы такие потрясающие, все запечатано, но мы откроем. В Кольше такая маска где-то стоит 200 злотых за 50 миллилитров. Следующее, четвертое окошко. Я сейчас заплачу. Вы посмотрите, мой любимый тинт, он же ойл для губ от Rare Beauty. У меня оттенок Тут Хоуп, а у меня Хэппи, мне Хэппи, а Тут Хоуп. То есть он либо светлее, либо темнее. Он так похож на мой оттенок. Блин, у меня теперь две будут помадки. А, он более розовый. Хотя очень похож, практически идентичный. Ну и вот этот суперпопулярный блеск Summer Friday. Я его никогда не пробовала. Никогда, ребят. Тебе такое нравится? В одном окошке целых два продукта для губ. И они не дешевые. Очень не дешевые. Ладно. Поэтому я заказала этот календарь, что я знала, я буду в восторге от наполнения. И эти продукты, какие-то я пробовала, какие-то нет. Большинство нет. А еще я не сказала, что еще для меня было важно в календаре. Это, конечно, чтобы были полноразмерки, либо хотя бы был тревел-версий, чтобы они продавались. Ну и второе, для меня это было очень важно, чтобы было меньше декоративной косметики. я имею в виду тени, для ну в самом палетки. Мне очень нравится больше что-то, какие-то крема, уходовые очень нравится косметик. хотя бы 50, хотя бы там, хотя бы чтобы было 70 на 30. Мне это было важно. И в этом календаре оно так и есть. Пятое окошко. Открываем. Ребята, это сыворотка для лица. Медик 8. Боже, как 30 миллилитров. Я так рада, я так люблю все мазать на лицо вообще. Но надо все осторожно, я знаю, но я просто обожаю вечером. Поэтому у меня час просто нет, я пока почищу зубы, потому что я очень долго чили зубы из-за брекетов. И я просто час-полтора сижу в ванной, потому что я обожаю все на себя наносить. И очень рада этой сыворотке, хочу показать, как она выглядит. 30 миллилитров полноразмерка. Следующий у меня шестой. О, тут два продукта. Хайлайтер, но это, наверное, тревел-версия, 2 грамма. Ну ладно, я прощаю эту макушку, потому что два продукта. О, мне этого хайлайтера хватит на всю просто жизнь. Это вторая коробочка Шантакали. Я не знаю, что такое. хайлайтера. А-а-а, это румяна. Это румяна в очень таком приятном оттенке. Блин, румяна я люблю. Румяна я люблю, я обожаю. Это полноразмерка румян, и она стоит около 300 злотых. От 280 до 300. Вы представляете? Я этот календар окуплю очень быстро. Следующее окошко. 7. И это SPF для лица. Мне очень интересно, сколько это стоит. Это очень классно, я этим точно буду пользоваться, но попозже летом. Вот это точно не буду открывать, чтобы оно не теряло, как в Польше говорят, дату важности. Так, достаю 8-й и скажу вам, что у меня с каждым окошком настроении всё лучше и лучше. Так, 8. Опять два продукта. Боже, я так люблю такой бар. Всё упало. Так, это ночная маска от Laneige. Только это не на губы, а на лицо. Ночная маска. Это точно, но это наверное не full size. Это 25 миллилитров. так, вот эта маска классная. Я уже буду сегодня нанесу, скорее всего. Она так пахнет даже через крышечку, очень приятно. Кстати, вот знаете, что, картон не очень такой прочный, он сам открывается, ну такой, мягенький. Из Ordinary. Кстати, эту косметику я не очень, ну так, средняя, она мне ничего не делает. У меня есть крем, я уже добываю его. Ну вот, не знаю, никогда не пробовала именно сыворотку The Order, но наслышала про нее. Тоже буду пробовать, тут много сывороток. Я все испробую, убедяйся, столько времени. Целый год можно пользоваться. И в этом окошке у меня было два продукта. Следующий девятый, тоже что-то тяжелое. Да, я это помню. Это тоже одна из полноразмерок. Я слышала разные отзывы, кому нравится, кому нет. Это масло для лица с витамином С, ну как бы сыворотка масла, это больше масла для лица. Это добро за 15 миллилитров стоит 200 золотых. Такая красота, но этим я точно буду пользоваться, потому что я люблю жирненько. Интересно, он хорошо впитывается или нет. Но отзывы, как я уже говорила, неоднозначные. Как мне нравится это все открывать, я даже не думала, что у меня будет такое воодушевление. О, три продукта. Ну, это я знаю, что закидывают просто везде, это пробники. Но я никогда на это не пользовалась. чупи. Это две маски от Сислой, но их закидывают просто вот такие пробники закидывают просто в каждом отмене календарь, по крайней мере, в том году уж точно. О, Итача, это вообще балдеж. Это серум в стике. Представляете, я такого еще никогда... Ну, если бы не календарь, я бы этим точно никогда не воспользовалась. Очень интересно, вот как будет в таком формате удобно или нет. Интересно, это дорого стоит. Сейчас посмотрим. Ребята, я посмотрела за 8 грамм, а тут именно 8 грамм. Это продается версия, 215 злотых. Офигеть. И везде есть, кстати, инструкция. О чем я и говорила? Я вообще не очень искушена косметикой, у меня не так много что есть, но как можно не искуситься купить этот календарь? Но я уже 700 тысяч разговаривала. Я бы никогда это не попробовала. Если бы не календарь, я бы всегда выбирала косметику какую-то побюджетнее, понятное дело. А тут прям дороговато. И 11 окошко. Это пилинг для лица. Супер. 60 миллилитров. 60 миллилитров стоит 340 злотых. Я в шоке. Я обалдею. Следующие. Ну и хочу повторить, что на одну меня мне кажется, я буду год, если не полтора, пользоваться вот этим всем с большим превеликим удовольствием. Тяжелое. Вау! Комплекс с витамином С от Naturium. Я вообще по английской косметике не сильно выдупляю. Я действительно мало что знаю. Блин, какая бабочка тяжелая, приятная. Упаковки так приятны, когда они такие тяжеленькие, стеклянные. Ну, 30 миллилитров это вообще с головы достаточно где-то на пару месяцев. Уж точно. Кстати, я посмотрела, она не очень дорогая, на 21, за 30 миллилитров 21 доллар стоит. Где-то до 100. До 100. А я думала, тут все от 150. Но ничего, это тоже классно, и это тоже недешево. Блин, я достаю только 13-й. 13-е кошка, у меня уже запись на 40 минут. Какая-то дорогущая помада. Как говорили обзорщики. Липстик. У меня дорогущей помады еще не было никогда. По секрету вам скажу. Офигеть! Какая она тяжелая, красивая. А, на магнитике? Офигеть! Упаковка топ! Какой цвет! Блин, я не знаю, мне идет или нет. даже не знаю. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Где-то стоит от 140 злотых. Это надо смотреть тоже на официальных сайтах. Я в злотых так, быстренько смотрю, в гугле, что первое попадается, а то я говорю, я в шоке. Следующая 14-ая, тоже такое большое. О, нифига себе, аж три продукта. О, Олаплекс. У меня ничего не было никогда для волос. А тут масло для волос. 30 миллилитров. Думаю, это неполноразмерка, но она продается в магазине. Ну, знаете, это хватит надолго. Тоже неполноразмерка, это что-то для волос. Это окошко, полностью посвящено волосам. Ну, и это тоже, видимо, что-то для волос. И здесь три продукта. Да, они неполноразмерные, но у них по 30 миллилитров. Это вообще не пробники. И этим тоже можно с удовольствием пользоваться. Следующее. 15 Тут очень тяжелое что-то. Это легендарный тонер. 16 окошко. Тоже что-то большое, так приятно. О, я знаю, это праймер для лица от Милк. Очень классно. Это фулсайз, скорее всего. Да, она огромная. Но я наслышана тоже очень хорошие отзывы. Продается в Сифоре. Класс, это я с удовольствием буду пользоваться. Так приятно. Ребята, это всего лишь 16 окошко. Ну скажите мне, что это не лучший календарь на свете? Мне кажется, вот он универсальный, он всем подойдет. И самое главное, чего здесь нет, тут нет свечей. Резинок, заколок, лак для ногтей. Вот это вот все билиберды здесь нету, что для меня тоже было очень важно. Мне кажется, я эту коробку не выкину никогда. 17. Это румяна от Our Gloss. Ой, ребята, аж сердце застучало еще быстрее. Это румяна от Our Gloss. Офигеть, тут такое зеркальце. Блин. Какие они шелковистые. Офигеть. Это просто шелк. Блин, балдеж. Но это неполноразмерка. Но я посмотрела, в Sephora продается бронзер. 1,3 грамма продается бронзер. То есть это продается тоже. Огромнейшая 18-ая тяжелая. Надеюсь, там что-то прям вообще опупеть, опупеть. Такой приятной упаковке гель для тела. почему не положили побольше? Всего лишь 100 миллилитров, хотя бы 300. Вот это, кстати, блин, как он дорого пахнет. Какими-то дорогими зелеными растениями. Все дорогое. так, это очищающий такой гель, крем. Тоже классно. А, такую растираешь. Ну, я, кстати, никогда таким твердым продуктом для смывания макияжа не пользовалась. Ну, и тут англичане всегда кладут вот такие салфеточки, чтобы смывать макияж. Но они так этим постоянно пользуются. У меня, кстати, есть своя тряпочка. Это типа муслиновая или какая, или хлопковая может... Ну, вообще, просто даже носовой платок толще, чем эта муслиновая тряпочка. Так, хорошо. Следующее окошко 19. Три продукта. Слушайте, я уже и забыла, что так много всего, как вы понимаете, это от Шарлотты Тилбори. Это супер нашумевшая тушь Илья. Ну, кто в ТикТоке сидит, там он нашумевший. Ну, кстати, тушью практически не пользуюсь, но тут буду. И это какой-то косос первый раз слышу, гель для бровей. Ну, и у меня, конечно, от Шарлотты Тилбори не было ничего, абсолютно ничего. В такой упаковке. А, это тени от Шарлотты Тилбори в стике. Блин, их что надо точить? Я думала, они вот так выдвигаются. Ой, класс, как приятно. Такой красивый цвет. Балдёж. А как они размазывают? Слушайте, они ещё и стойкие. Мне так щёлкать, что окошки заканчивают уже двадцать. Это что-то очень большое. У-ла-ла, это элефант. Это полноразмерный крем для лица. И его фишка, что вы вот так надавливаете на помпу и выходит вот здесь крем. Блин, балдёж. И тут наверное 50 миллилитров. Офигеть. Вот сейчас закончу, у меня там корейский крем, я сейчас быстро его закончу, я буду сейчас мазать такими слоями и быстро переходить на нормальные дорогие крутые крема. 21. У-ла-ла-ла-ла. Какая помада красная. Я никогда не пользуюсь красными помадами. А, это такой обалдет. Каким-то клеем пахнет. Такой густой. Так это может матовая красная помада. Но это типа новогодняя. Какой-то 21. Но это тоже фулл сайз. Не знаю сколько стоит. Уже даже смотреть не буду. Но я рада. Буду на Новый год с красными воблями. Дома можно. 22. Все ближе к концу. Вау. Это августинус. Это сером от августин. Я даже боюсь представить сколько это стоит. Около 1000 злот их я думаю. Блин. Ну я конечно никогда ничего не пробовала. Но я знаю что он во всех календарях есть. Я рада. Очень. Потому что в аэропорту видела там вот эти вот все сыворотки они там стоят. Как сам самолет а не крыло самолета. 22. 23 такой большой и тяжелый что приятно. вау это 200 миллилитров блин я не думала что такой огромный это вау эффект для волос но это все знают. Я думаю моим волосам понравится 200 миллилитров молодцы спасибо за щедрость души что то маленькое I don't know what а я помню какие то духи непонятные какое то очень странное малю пузька самое главное что там точно не свечка я знаю 25 о что огромное SPF 50 столько классной уходовой косметики я в шоке какой красивый серум зачем я его открыла блин это теперь по открытию его нужно использовать в течение года ну ладно будем быстро летом брать ну вот и все такой был календарь спасибо за ваше терпение ребят вы просто лучше если вы досмотрели до конца и порадовались меня тоже я считаю что это самый лучший календарь точно самый лучший пона открывала дорогие продукты теперь пойду обедать сосисками вот она правда жизни ребят тут ты сидишь такой весь дорогой косметики а ешь какие-нибудь сосиски из лидла кстати мои любимые обожаю о ребята у меня сегодня такой сложный день я с этой одароблой на голове вы не представляете я пришла монтировать видео мы несколько месяцев не монтировали ни одно видео так было балдежно но сейчас так приятно люди пишут чтобы не то чтобы мы возвращались а спрашивать вы где что же произошло почему вы не отвечаете почему видео не выкидываете но вы знаете причину почему мы видео не выкидывали а сейчас сегодня во-первых суббота у меня сегодня такая катастрофа произошла у меня была договоренность что я должна была выйти в субботу на работу но я перепутала получается график я просто мы не договорились на какую именно субботу у меня в графике там стояло что следующая суббота то есть не эту я должна была работать а следующую и я сплю себе спокойно мы с Сашей смотрели сериалы до 3 часов ночи в 8 утра мне звонок Оля а что ты не на работе я офигела в смысле почему я не на работе я сплю себе в Ани Леганскую под одеялком лежу они говорят блин Оля ну ты обещала мы договорились я думаю ну как у меня же в графике я смотрю график говорю но у меня в графике написано совершенно другое ну короче вышло недопонимание с моей начальницей так сказать но мы в очень хороших отношениях мы все нормально выяснили просто поняли что я не спросила конкретно какую субботу она не уточнила и короче и неправильно наверное написала мне в графике ну перепутала в общем-то ну и я не переспросила в общем-то виноваты оба обе и вот такой у меня сегодня день у меня Сашка завез на работу все это длилось как вот звонок поступил там 8-13 я за 10 минут собралась ребят я просто даже не чистила зубы вы представляете я оделась в том что у меня было вот просто в домашнем вспомнила что у меня нету одежды ну обычно обычно рабочей одежды вспомнила у меня нету я все закинула в сумку попила воды выпила эти свои гормоны дурацкие и все и мы поехали и уже в 9 я была на работе ну дети это 9-10 я уже была на работе вы представляете как прошло время потом Сашка меня встретила мы пошли в магазин я купила вот такую вот классную кружку купила ее в Пепко 20 злотых стоило ну вообще она такая балдежная прям новогодняя вот ну и вот такой у нас сегодня день холодно я в кофте штанах сердушка чубсик лежунчик пришла монтировать видео давно я это не делала но нужно самой даже захотелось у меня уже было несколько раз такие порывы а что может давай типа помонтируем видео а потом мы ай ладно попозже попозже ну и так попозже мы все время откладывали откладывали но потом вот это потом только сейчас и наступило вот поэтому буду я с вами прощаться Сашка там смотрит свой футбол будем прощаться на хорошей ноте когда выйдет следующее видео надеюсь в ближайшем будущем ничего не обещаю но спасибо что посмотрели это видео и пока-пока пока-пока-пока-пока-пока- amph Fraktion Субтитры подогнал «Симон»